утро доброе друзья ну мы на море море на фон бусик стоит скажу что вроде не прохладненько было ну и поезд молодец но принципе было нормально приехал поезд молодец помню моему сыну 19 года болтает уже молодец такой сейчас я просто на этой стоянке увидел кемпер вот смотрите вот у меня стиль стелс и принципе по моему автомобилю если будут тонированные стекла ничего не видно но фишка в том что здесь можно встретить машины именно караваны и как по ним легко можно определить что это дом на колесах таким образом вычислить что вы живете ну и вычислить что что можно вас что-нибудь украсть правда старых машинах кажется хрень ты чего украдешь в общем ладно попробуем заснять попробуем если получится найти людей владельцев чтобы сделать обзор покажу вам что я нашел смотрите это пазик москитные сетки на люках солнечные панели кондиционер печка на дровах сушилка сзади какая-то подставочка скорее всего того чтобы на сушилку вешать вот пожалуйста вам представитель дома на колесах он бак сзади стоит быстрее сюда сюда убегай сюда сюда убегай обпа уже немножко ржавенький но прикольно он уже полноприводный почти ведь так что попробуем познакомиться с владельцами посмотрим по следим может они выйдут и поснимаем обзор как обещал обзор интересного аппарата это дом на колесах на базе фазик правильно 32 053 ну и конечно полный обзор уже на канале под видео и ссылочка заходи вот чем прикольно то что один лежит другой играется это так 3 готовы и все находится в шаговой доступности если что можно рукой что-то передать подать автодом друзья ну вот и наш завтрак гречка мяско тумус ну и вот такой вид караванеры могут я позволить уже сточек в центре города продолжаем наш путь поехали на красную поляну посмотрим красоты летом друзья не забывайте поддержать напишите комментарий поставьте лайк подпишитесь если ты не подписан нажми колокольчик чтобы я мог показывать вот такие красивейшие виды помогать вам смотрите мечтать находить новые цели конечно если ты хочешь стать спонсором канала топ под видео и ссылочка также на донейшн и конечно друзья есть также еще мерч то есть вы можете от макса травора получить брелки с подписью это также возможность даст поддержать мой канал ну и конечно приятного просмотра здесь конечно прям как в европе как в лас-вегасе прямо такие здоровые казино блин вижу у людей бабло до отмыты не отмытаны будем перед европой тестировать наш микроавтобус как он потянет горы как раз хороший тест-драйв планируем на альпы друзья очень красивые места я там прокатился во многих местах на мотике я хочу конечно это показать пока идет нормально температура не растет но правда на второй передачи мы фигачим здесь друзья видим что он сели сошел дорогу повредила достаточно сильно лежат сочи постоянно что-то осадки такие и проседает грунт и укрепления даже делаю 6 стены валятся проблему дорожников здесь хорошо друзья красиво еще облака немного убрать еще было прелестно по видео даже не видно какой наклон друзья мы на второй передаче сейчас тащимся за нами веренится машин но ничего сделать мы не можем а вот кстати друзья имейте ввиду здесь бесплатная парковка здесь я уже зимой снимал ребят которые зимуют видим кстати он стоит желтый какой-то микроавтобус скорее всего это тоже дом на колесах ты первый и вот здесь можно реально спокойно стоять жить здесь рядом есть и туалеты и души нормально кайфовать на высоте вот с таким почти мы на самой высоте друзья там еще отгала горнолыжка здесь смотрите подъемник можно подняться еще выше там даже мы можем видеть снег очень красиво как раз еще есть погода смотрите как шикарно особенно как обычно песня разбежавшись прыгнув со скалы можно лицезреть еще одну дорогу которая идущая горы вот так мы остановились попить чайку перекусить накормить нашего сына на мультиках все три кота три хвоста с таким прекраснейшим видом ну а это друзья нас роза хутор красивое место здесь друзья чтобы не мается жары конечно дороговато 400 рублей за шезлонг вот в таком небольшом озерке вроде как нырять нельзя мы просто купаться можно не знаю тех людей которые сюда реально приезжают летом чтобы отдохнуть на море надо не это кажется погода друзья нас конечно прогнала в общем-то не очень так что теперь едем в адлер удачу удачу Смотрите какие интересные здесь подъемы, а еще водичка. В общем чувак сейчас прямо перед нами не смог никак заехать. Пробуем сейчас мы заскочить. Поднимется ли наш бусик или нет. Пока идем, идем. Заезжаю. Давай, давай чувак в сторонку. Спасибо. Знаете куда я еду, друзья, в гости? К Южанам Тревел. Вон идет Саня и это он живет на самом верху. Заехали мы к Южанам Тревел для того, чтобы принять душик. Потому что у меня горячий мой душ не доделан. Как раз и увидится. Мы два года назад встречались. Полтора года? Ну полтора года значит назад. Вот. Так что сейчас мы уже, друзья, покидаем Сочи и отправляемся в сторону Туапсе. Там мы будем ночевать. Там есть интересное место. Ребята все нам порекомендовали прямо на берегу моря. Так что смотрим. Дорога, я вам скажу, прямо просто... Ух! Сыкотная-сыкотная, да, Лиля? Да, вообще. Сейчас вы еще спереди будете сидеть, вам еще веселее будет. Как здесь люди ездят? Да вообще, как виды такие, что ли. Я вообще поражаюсь. Я не понимаю, как тут люди живут. Как они вообще додумались так сюда забраться, построиться, чтобы... О, смотри, как... Мамочка, Максим, все, мне страшно. Максим, Максим. Еще и на мопеде ездят. Угу. Ой, это зря, это зря, это зря. Ну да. Подойдите вообще все. Вот такая тема. Ну да. Очень кошмарище. Мы сейчас на коробочке на первой передаче и на тормозе спускаемся. Ну заезжать было, друзья, весело. То есть наклончик прямо такой шикарный. Шикарный. Здесь уже нормальный. А потом будет опять весело. Ну самое страшное мы уже прошли. Вот здесь, кстати, тачка не смогла заехать. Здесь мокренько, это опасно. Зимой никак, все. То есть зимой ты просто ставишь внизу и каким-то образом поднимаешься наверх. А назад назад. А назад назад на лыжах. Покидаем их, друзья, скотч. Но мы еще обязательно вернемся. Не все так, друзья, легко. Робка на серпантине. Не движая Догомыса. Вот такая жопа. Ну ничего, мы смотрим мультик. Точнее не мультик, а фильм. Давид увлеченно смотрит. Что еще стоит это делать? Как хочется автомат. Смотри, как Лилия в притирочку встал. Вот это миллиметровщик. А мы, друзья, в ТОПСЕ. Еще один вечер, друзья. Подожди, продолжайте. Сейчас немножко утекло. Можно даже приоткрыть люк. И, конечно, понимаем, что все, хватит. Надо двигаться куда-нибудь дальше. Кстати, здесь даже водичка. Откуда здесь водичка? Что-то, блин, заливает так, что надо еще искать варианты откуда-куда попадает. Вот. В общем, все. Пойдем спать. Всем пока. До новых встреч. Утро доброе, друзья. Новый день, новое приключение. Мы... Нет, хотел сказать, в Геленджике, но нет. Мы в ТОПСЕ. Вот так и припарковались. Ладно, будем собирать бардак наш. И будем отправляться в путь. Бардак. В том, что надо резиночки на поворотах вещи вылетают. Ну, будут дверцы. Но хотя бы сейчас купить резиночки. И... Погнали! 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 Небольшими кронами деревьев, что дает тенек. Естественно, тенек. Это круто. Сейчас мы монтируем видосик, чтобы вы наслаждались досугом. Ладно, пойдем монтировать. Мои пошли на пляжик, поддыхают. Уже есть некое напряжение. Не знаю, это связано с тем, что уже как бы замкнуто пространство, что одни. Почему-то вот замечал, что есть период времени, когда ты путешествуешь, и потом начинается ругань. Ну, вот такая фигня. Знаете, есть период, когда начинаешь ностальгировать, хочется домой. Есть периоды, когда потом это все отпускают. Короче, разные периоды есть в разных путешествиях. Готовьтесь к этому, к сожалению, она такая реальность. Ну, наконец-то, друзья, лето. А то в Сочи дожди, дожди, в Геленджике прямо красота. Даже в яхточки он ходит. Продолжение следует... Ну что, мы немножко решили отдохнуть от нашего дома. Отдохнуть, чтобы Лили отдохнула. Мы в отеле. Йоу, друзья, смотрите. У нас здесь вот такая терраса. Можно с приятным ветерком посидеть, позагорать. Посмотреть на красивейший вид. А также можно встретить на горы. Сейчас пойдем на море. Вот такой у нас номер. В принципе, этого достаточно. Есть холодос, телевизор. Телевизор. Давид. Что? Самосвал. Самосвал берем. Дальше. Вот такой у нас туалет. Ну, нормально. Вот и готовьте. 2000 рублей за сутки. Если вы поедете отдыхать в Краснодар. А точнее, Геленджик. Пойдем на море. Вот такой отельчик у нас. Парковочка. И 2000 рублей за сутки. Это за три дня соточка баксов улетела. Геленджик все же такой приятный город. Много чего такого хорошенького, аккуратненького. Зимой здесь скучно. Но летом достойно. И главное, погода наконец-то хорошая. Конечно, приятненько. Все так подсвечено. Иллюминация такая классная. Друзья, кстати, вы знали, что витамин D надо принимать постоянно. Вот я пью Детрикс Д3. И смотрите, доза 2000 миллиграмм. Потому что когда вы уже загорели, ваше тело не поглощает витамин D. А он очень важен для нашего университета. Поэтому рекомендую. Витамин D, Детрикс Д. Детрикс. Мне, конечно, Геленджик огонь. Променантная просто супер. И главное, что хорошая погода. Ну что, пляжи полны, отдыхающих достаточно много. И скажу вам найти место, где прилечь оказывается не так легко. Здесь часов утра, здесь 0-2. Кремература 29, вода 26. Блин, мне кажется, вот эта такая холодная. Хоть и 26 пишет, да? Душики есть. Все на уровне. Конечно, людей, друзья, огромнейшая просто куча. Куча мала. Я не верю, что здесь 26 вода. Ну, блин, как селедки мои. Вода, конечно, не самая чистая. Это вам не Атлантика. Черное море мутноват. Но это лучше, чем ничего. Правильно? Зашли на местный рынок. И сколько всякой вкусняхи. Персики по 250. Лук. Чеснок. 10-25. Помидоры по 100 рублей. Достойно? Едем, что-то набрало. Вкуснях. А какая здесь чурчхела по 50 рублей? Лилин выбор пал на кукурузку. Конечно, вкуснях здесь. Ого-го. Особенно чурчхелы. Смотрите, какие они сочные. Мне вот эта штука тоже еще нравится. Натуральная. А специи по 100 рубасов. Слушай, такая большая пачка, 100 рублей. Даже можно дельфинчика. Круто. Корица. Ну да, чувствуется, что пахнет так хорошо. Конечно, друзья, приятное чувство, когда ты идешь на морюшко. Когда ты отдыхаешь, он лили вся, цветет и пахнет. Да, ну конечно. Так что... Круто меня водят на море, а не водят просто в машине. Ах, иногда надо давать себе слабинку, слабинку, слабину. И, конечно, побаловать себя отелем. Это, кстати, неплохо, потому что меняется разнообразие. Надо. Ну что, друзья, ходим, бродим. Пошли на рынок привоз. Ну и что, дешевле на 20 рублей черешня. А сюда топать километра два надо было. Вверх, в горку. Нет смысла. Так что имейте в виду, на привоз сильно идти нет смысла. Лучше идти, который около пляжа. Ага, черешня даже лучше. Мы вчера брали по 200, но она вкусная, а здесь 180, это сам лучше. Ну да, то есть вроде как это вкусно. Уже третий день в Геленджике, наверное, да? И я вам скажу, что уже даже и думаешь, ну а куда еще идти? Завтра мы уже планируем переехать в микроавтобус. Возможно, мы переночуем еще одну ночь. Ну и уже, да, можно менять локацию. То есть на три дня Геленджика с головой. И мечтать, как крыльчки, уже бесполезно тебя. Ох, как далеко, далеко, далеко от меня ты. Барбара. Йо-йо, Барбара. Йо-йо, Барбара. Йо-йо, Барбара.